Братья и сестры, мы такой интересной темы коснемся или вопроса касательно молитвы, который в принципе переворачивает вообще все представление о молитве. И этот вопрос, он не возникает только у людей, которые примитивно понимают вообще Божье правление и вообще Бога, и как бы находятся или, скажем так, еще на таком немощном понимании или в начале пути. То есть у них схема проста, нет вопросов. У них схема проста. Я прошу, Бог отвечает. Все понятно. Молимся сильнее, больше, больше получаем ответов, да или нет, но не все так просто, как кажется. И многие люди задаются вопросом в свете суверенитета. Именно те люди, которые принимают Божественное правление, они задают этот вопрос. Они задают этот вопрос. И это вопрос непростой, потому что когда человек начинает молиться, и он понимает Божественное правление, он задает вопрос, если Бог детально предопределил все, что происходило, происходит и будет происходить, смысл вообще молиться? Где логика? Если Бог суверенно решает все вопросы в деталях, зачем молиться вообще? И заметьте, когда мы читаем Ефесянам 1.11, этот вопрос появляется невольно, написано. Ефесянам 1.11 Я сейчас обозначу тему, тему братья из вас. И мы будем продолжать. Ефесянам 1.11 Текст говорит так. В нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей. Быв предназначены к тому по изволению, заметьте, то есть простое желание Бога, независимое ни от чего, то есть безусловное, и оно делает нас наследниками. И естественно, человек, который молится за спасение ближних, задается таким вопросом. Ну, если Бог совершает все по изволению своей воли, если Он предназначил нас, как написано в Ефесянам, прежде создания мира, смысл вообще молитвы за спасение. Второй текст, который как бы настораживает нас, и который вытекает просто в этот вопрос, это Ефесянам 1.3.6. Апостол Павел по вдохновению духа пишет так. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так, как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас в себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодетельствовал нас возлюбленным. Тут все. И прежде создания мира, и изволения воли Божьей. И когда я смотрю на эти тексты, ну, разве не возникает вопрос, зачем мы в эти молитвы вообще? Зачем мы собираемся? Зачем я встаю на колени, молюсь там за Илю, за кого-то, за друзей, за братьев, за сестер? Бог все определил. И это правильный вопрос. И когда мы подходим к рассмотрению этого вопроса, то мы видим в церквях две категории людей, братьясь. Две категории людей. Одна категория людей верят в то, что молитва – это средство, через которое Бог осуществляет свою волю на земле. То есть первые смотрят на это так, что если мы молимся по воле Божьей, то получаем обещанное. И это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 стих. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Вторая точка зрения провозглашает или говорит, что верующий человек, который молится здесь, и эта молитва этого человека является средством, которым осуществляется воля наша на небесах. То есть мы просим, потому что Бог повелел, и через наши молитвы. Наша молитва является средством или причиной, по которым наши желания осуществляются на небесах. Вот мы молимся за спасение, вот оно там где-то в небесах совершается и Бог благословляет. То есть две категории людей, братья и сестры. Первое. Молитва – это одно из средств, с помощью которых Бог исполняет свою волю на земле. Второе. Молитва является одним из инструментов, с помощью которых воля верующего осуществляется на небесах. Я не знаю, какого мнения вы придерживаетесь, но мне больше нравится первое, и то я не уверен, что это до конца правильно. Я не уверен, потому что я верю, что даже если верующие все вместе перестанут молиться, намерения Божьи будут исполняться независимо ни от чего. И поэтому люди делятся на две категории. Ну, и легче верить, понимаете как, что моя молитва является причиной. Причиной, благодаря которой Бог действует на земле. Бог действует на земле. И многие говорят так, есть такая версия, братья и сестры, люди некоторые верят, что Бог не обладает достаточным знанием всего. Да, есть такой открытый теизм называется, что Бог открыт к знанию, как бы. Ну, все удивились. Да, есть так, верят, целое течение верят. Они задают вопрос, если я отправляюсь в путешествие на корабле, и Бог знает знает конец этого путешествия, то молитва логически теряет вообще свое существование, по сути. Зачем молиться? Если Бог не знает, как закончится мое путешествие, то, естественно, логически и правильно будет молиться Богу, чтобы Бог благословил через молитву мое путешествие, и его результат был положительным, или желанным. И поэтому вообще доктрина суверенитета создает в молитве не то, чтобы проблему, а много вопросов. И смотрите, что пишут об этом, вообще о молитве современные христианские книги. Возможность, необходимость молитвы, ее сила и действенность проявляются в том, что она сдерживает и изменяет намерение Бога. Сдерживает, изменяет намерение Бога. А также смягчает его карающую силу. И, естественно, братья и сестры, вы согласны с этим утверждением? Есть примеры в злую? Еще раз я читаю, братья и сестры, еще раз. Это современная христианская литература. Смотрите, что они пишут. Возможность и необходимость молитвы, возможность и необходимость молитвы, ее сила и действенность проявляются в том, что она сдерживает и изменяет намерение Бога, а также смягчает его карающую силу. Ну, значит, работает. Будем идти дальше. Ну, вообще, что написано тут, братья и сестры? Что такие утверждения являются ужасной дискредитацией характера Бога. Ужасной дискредитацией характера Бога, о котором написано, например, в Даниила 4, 31-32. По окончании дней тех я, навуха Доносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество, владычество вечное, и которого царства в роды и в роды, и все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Ну, молитва, сила молитвы, могущество молитвы проявляется в изменении воли Бога. Нет. А зачем тогда молиться? Мы к этому дойдем, ну, вы понимаете проблему, которая возникает, и заметьте, я прочитал это изречение, и все сказали, да, это нормально, это изменяет волю Бога, смягчает его карающую силу. мы еще не дошли до тех примеров и не объяснили их. Это не одного дня забота, братья и сестры. Да, ну, а в другом месте Бог говорит, не молись за них. Ну, изменяет молитва решение Бога? Хорошо, братья и сестры, смотрите, что у нас будет идти дальше. есть три аргумента, братья и сестры, против таких заявлений. Три аргумента. Первый аргумент, он записан Ефесянам 3, 18, 11. Мы прочитаем. Это первый аргумент против такого мнения. Заметьте, мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычников неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом. Какие тексты просто. И дальше, дабы ныне садилась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Господе нашем. Предвечное определение, предвечное избрание говорит о том, что воля Бога не формируется во времени, она уже сформирована. Она не формируется какими-то событиями. Она когда Бог принимает решение от вечности спасти нас, то я не верю, что что-то может этому помешать. И вижу это на опыте. Потому что многие люди, находящиеся в церкви, уже должны быть давно на кладбище. Но Бога это не затрудняет, потому что у него есть предвечное решение, с которым связаны все события на земле. Все. И молитва тоже. Ну, к этому мы дойдем потом. Я думаю, что это не просто так сказать, что связана молитва, Бог определяет молитву, конечно определяет. Есть повеление молиться. Я думаю, что эта тема может поменять вообще подход к молитве. Вообще. Кардинально. То есть люди, которые, если мы дойдем ее до конца, живы будем и угодно будет Господу, мы взглянем на молитву совсем вообще по-другому. Вообще. Наша привычная... Мы понимаем, что молитва это часть поклонения, но это нечто большее, чем это нечто большее, чем просьбы, это нечто большее, чем наши желания. И это первый аргумент, братья и сестры, против таких утверждений, что молитва человека изменяет волю Божию, смягчает его крающую силу и совершается много. Некоторые считают, что молитва верующих вообще, за счет молитвы и через молитву, Христос осуществляет свое дело на земле. Именно мощь и сила молитвы производит катаклизмы, изменения народов, движения. Это все привязывают к молитве. Да, но, но, поймите, мы сейчас пытаемся уложить то, что мы только начали. Мы, в принципе, еще не разобрались, в чем дело и почему. Поэтому дальше, я думаю, мы будем потихоньку разбираться и наше представление о молитве будет меняться, как мне кажется. Потому что, когда я рассмотрел эту тему для себя, я не скажу, что я стал ревностным молитвенником, но я начал молиться по-другому. По-другому. Во многих моментах. И именно для этого дан текст и даны второй аргумент, который в пользу. первый говорит, что линия поведения Бога не формируется сегодня. Это первый аргумент. Второй аргумент это Ефесянам 1.11 В нем мы и сделались наследники, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. По изволению воли своей. этот текст говорит о том, что линия поведения Бога не формируется молитвой. Вы понимаете, о чем речь? Кто такой Бог? Вся проблема отношения к молитве в этом заключается, что люди недопонимают богословие, именно обучение Бога, скажем так. И третий аргумент, братья и сестры, что когда мы утверждаем, что молитвы изменяют волю Божию, смягчают его карающую силу, определяют многие события, и воля верующего или воля желания осуществляется на небесах, мы ставим волю творения выше воли Творца. То есть воля Всевышнего Бога определяется желанием молящегося на земле. понимаете, это проблема, серьезная проблема, потому что если и в этом виден некий хаос, вы понимаете, что если каждый будет молитв, понятно, Бог отвечает или не отвечает, но есть лучшая точка зрения, есть лучшее понимание этого вопроса, которое действительно может изменить наше представление и о Боге, а тем более о молитве. И этот вопрос противоречия призыва и абсолютного авторитета, то есть в Библии есть места, которые ясно и точно призывают нас, повелевают, не призывают, повелевают молиться, глаголы в повелительном наклонении, которые как указ, как указ, как требование молиться, молитесь жить так, будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением, то есть есть конкретные тексты, фемиам наполняющие чаши на небесах, да, и тут мы сталкиваемся с тем, что наше логическое человеческое мышление входит в такой ступор, ну, в принципе, да, что тут моя молитва, он, миллиарды на земле миллионы христиан, все молятся, и что тут я, на что я там повлияю, знаете, то есть оно где-то даже умоляет ценность молитвы, то есть когда я понимаю управление Бога таким, какое оно есть на самом деле, то у меня вот эта проблема, и эта проблема, братья и сестры, она порождает еще некоторые вопросы, она как бы порождает проблемы, и вопросы эти можно так сформулировать, вот, ограничивает ли молитва суверенитет, вообще, что такое суверенитет, братья и сестры, независимость, да, ни от чего вообще, как говорят, суверенная держава, да, независимость, и они, вот, вот эта проблема, повеление молитвы и абсолютное Божие правление, они порождают вопрос, ограничивает молитва суверенитет или нет, еще есть вопросы, изменяет ли Бог свое мнение или нет, а чего не изменяет, вот, уже еще один вопрос возник, неизменности, Бог изменяется или не изменяется, меняет свои решения или не меняет, следующий вопрос, возможно ли, что воля человека может преобладать над волей Бога, ну, тут риторический вопрос, да, конечно, нет, конечно, нет, обязан ли Бог отвечать на молитву, так, зачем тогда молиться, общение, ну, да, в принципе, братья и сестры, мы коснемся сейчас другого вопроса, и это вопрос суверенитета вообще, что мы подразумеваем, когда говорим о том, что великий Всевышний Бог абсолютно суверенен в своем правлении, абсолютную власть, и, по-первых, как мне кажется, Артур Пинкт, один из тех, кто обозначил суверенитет очень четко, он говорит, Бог суверен, заявление о том, что Он всемогущ, обладатель всей власти на небе и на земле, никто не может превозмочь Его пути, извратить Его цели и противостоять Его воле, никто, и это действительно поражает, когда ты находишься в церкви Бога, у Которого нет границ вообще, ни в чем, и суверенитет, братья и сестры, он описывается, это не только признание Его власти, во-первых, суверенитет, это то, что показывает превосходство Бога, насколько Он вообще беспредельно превосходит Свои творения, это Его царство, это Его абсолютная власть, это безграничная мудрость в решениях, которые вообще ничто не шатается и ничто не влияет ни на что, поэтому заявляя о том, что Бог суверен, по большому счету, братья и сестры, мы говорим о том, что Бог безгранично превосходит все творение, и это Даниила, то, что мы читали, Который творит все, что хочет на небе и на земле, нет никого, кто мог бы это суверенитет, это Его превосходство, Его власть, и все, мужи Божии, все подтверждали этот суверенитет, просто склоняясь перед Богом, говоря, Господи, и это это же сделал Петр, когда Христос сказал, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя, до этого он был другой, он был другой, он не знал, кто такой Христос, по сути, Христос в деталях сказал, как он отречется, вот суверенитет, божественный суверенитет Христа, когда он говорит, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься, от меня, и потом Петр говорит, Господи, ты все знаешь, это в деталях, братья и сестры, в деталях, и это ну, ошеломляет, потрясает Божьего человека, потому что Бог знает в деталях, Бог знает твои немощи, грехи, предательства, все перед его лицом, полностью все, твои мысли, твоя похоть, твоя гордость, все перед его лицом, все полностью, Бог все знает, и это Даниила, когда мы говорим, что Бог суверен, мы говорим, Он над всем, Он превыше всего, Его власть превыше всего, и это одна из самых нужных и важных доктрин в Писании, потому что Сперджин об этом говорит, что суверенитет Всевышнего Бога это подушка, на которой засыпает христианин и спит спокойно, и спит спокойно, ложусь, ибо ты окружаешь меня, спокойно и сплю, Давид говорит, несмотря на все коллизии вокруг его персоны, на все испытания, которые мы, он проходил, мы видим, как он говорит, ложусь и сплю, спокойно, потому что ты объемлешь меня, ты пастырь, ты Бог. Когда мы заявляем, что мы верим в суверенного Бога, мы говорим, что Бог действует независимо, ни от чего. И это написано, братья и сестры, в Псалме 113, 9-12 стих. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истинной Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет, все, что хочет. А их идолы серебро и золото дело рук человеческих. Бог наш на небесах, братья, творит все, что хочешь. Вы понимаете, что когда мы поднимаемся на уровень правления Бога, даже войну в Украине мы понимаем по-другому. Мы поднимаемся выше всего вот этого людского, этой политики, этой грязи, этой ненависти. Когда мы понимаем, что Бог наш на небесах творит все, что хочет, мы выше, братья си. И молитва наша выше, потому что мы знаем, кто правит и кто царствует. Когда мы заявляем, что Бог суверен, мы говорим, что Он Владыка над народами. Псалтырь говорит, что Он судит народы праведно и управляет на земле племенами, братья си. Он судит народы. Он. И все, что происходит, Джон Маккардер сказал, да, Бог нас судит, как американцев. Через кого? Через власть, через законы, нечестивые законы, которые ущемляют права и христиан, и всякие моральные права ущемляют. Бог судит, Он Владыка над народами. Это Псалон 21, 28, 29. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли и поклонятся перед Тобою все племена язычников. Ибо Господне есть царство и Он Владыка над народами. Владыка, хозяин, господин. Написано все народы как капля вылетая на землю перед Богом. Капля, представляете? Он Творец, Он дает им жизнь и дыхание и все, и по воле Его они живут и движутся и существуют. Кто взоберешь дух, падают замертво. Кто как Ты, Господи, кто подобен Тебе? Они не просто это говорили, они были восхищены суверенитетом, властью, могуществом и мудростью Бога. Когда такой Бог у человека в голове и в сердце, молитва другая. И хочется сказать, Господи, благослови, чтобы наше сердце и наш разум был наполнен Тобой, таким, каким Тебя представляет Библия. Бог Библии отличается от того, что сегодня происходит на кафедрах многих церквей. Бог Библии иногда с этим ничего общего даже не имеет, братья. Когда мы смотрим на суверенитет Божий и говорим, что Бог суверен, то мы исповедуем Его господство, братья и сестры, в политике, в политическое господство. Потому что в Тимофея апостол Павел говорит, перед Богом все животворящим и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание. Возвещаю тебе соблюсти заповедь чистой и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих. Байдены, Чинци, кто там еще есть, Си Цзиньпи, кто угодно, братья и сестры, это царь царствующих и Господь господствующий. Суверенность это неограниченное проявление Бога в творении. Неограниченное. Мало того, что Он наполняет все жизнью, об этом не стоит забывать, когда мы говорим о суверенитете, потому что давая жизнь, Он уже имеет полное право на нас. Кто живет за счет себя? На батарейках может, кто живет? Поэтому в Исаии очень хорошо сказано о суверенитете. Это одно из лучших мест, из лучших текстов. Я возвещаю от начала, что будет в конце и от древних времен, то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я возвал орла от востока и из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение. Предначертал и сделаю. вот Бог, на которого мы уповаем, братья и сестры. я предначертал, я определил и я все это сделаю. Бог не изменяется. Теперь, братья и сестры, мы подойдем к тому, что посмотрим, как Бог изменяется. Почему это необходимо? Потому что, в принципе, ключевое место в молитве играет наше представление о Боге. Понимаете? Молитва изменяется согласно тому, каким ты видишь Бога. Если человек слабый в вере, если он не изучает Божье Слово, если в его представлении Бог такой, как на многих кафедрах сегодня, такой любящий, сентиментальный, жалеющий людей, ничего не могущий сделать, сегодня много где-то говорят. Мне говорили, что в наших церквях даже были такие моменты, когда человек говорит, что Бог любит всех, и поэтому нужно прийти, но верующих он любит больше, братья и сестры. вот такие евангелизационные проповеди. Понимаете, это представление Бога, Бог ненавидит грех, Бог долго терпит, и чаша в руке Господа. Как вам такой Бог? Это вообще два разных Бога, о котором тот человек говорит, о котором мы видим, которого мы видим в Писании. И много где кафедры просто унизили достоинство библейского Бога, которого мы проповедуем. Унизили с кафедры. Мы не дотягиваем все. Мы не можем представить славу и величие Бога, как его представил Иезекииль в своих видениях, или как Исайя в начале своей книги говорит, видел я перед собою Господа на престоле, братья, упал, как мертвый, и сразу начал молить о грехах, ибо я человек с нечистыми устами. Сразу страшное обличение и трепет перед святостью Всевышнего. То, что сегодня на многих кафедрах делается, это умоляет, умоляет Божью славу. Это не приносит вдохновения в церкви. Это не формирует людей, как молитвенников, которые вызывают к Богу именно такому. Величие которого безгранично, воля которого не сдвигается, и волос головы нашей не падает без его воли. Вот Бог. Поэтому то, как вы представляете Бога, такая молитва у нас. То, как мы его видим, или мы его вообще не видим, просто. Вот пришли, знаете, вот часто бывает, нет ответов на молитвы, суета, и со временем человека это все поглощает. И он приходит в такое состояние, что уже я это испытываю на личном опыте, братья и сестры. Тут нечего душой как бы кривить. И ты потом уже молишься, ты уже вроде как непонятно, кому ты молишься. Сам уже не поймешь, анализируешь то, что ты делаешь, и ты понимаешь, что это не та молитва, которая должна быть в устах христианина, и это не тот Бог, который должен получать такие молитвы, как иногда бывают у нас в практике. Поэтому это очень важный вопрос, Исайя его открывает очень сильно утверждая, что Бог суверен, братья и сестры, мы подтверждаем его право на господство в творении. Мы по сути декларируем его право, которое у него уже есть, которым он прекрасно пользуется, и наше только неверие не дает слепота духовная, не дает увидеть это в полной мере, что Бог этим правом и сегодня мы это видим, мы это видим, мы видим это в нашей жизни, в наших судьбах, это право, это право Бога делать все, что он хочет, потому что его мудрость в наши рамки никогда не поместится, мы многих вещей не сможем понять до самого конца, а когда мы поймем эти вещи, они не будут нужны вообще, не будут нужны, потому что все, что сделает Бог в будущности для своего народа, перекроет все в миллионы раз, когда дети войдут в славу, мне кажется, забудут обо всем, потому что Бог суверен, и Павел говорит, что нынешние кратковременные страдания ничего не стоят, ничего не стоят, поэтому признавая суверенитет Божий, мы декларируем его право направления во вселенной, которую он сотворил, братья и сестры, декларируем просто, церковь не изображает славу Божию, она ее просто видит и от этого церковь поклоняется, от этого, и чем больше церковь и верующие видят Божью славу, тем глубже и сильнее их поклонение, поэтому наша молитва к Богу в первую очередь, наверное, должна быть такой, что Господи, Дух Святой, открой мне славу Божию во имя и ради Иисуса Христа, потому что это цель Духа, и Христос говорит, я прославил тебя на земле, да, теперь ты прославь меня, и церковь это должна делать, церковь это часть поклонения, это огромная часть поклонения на земле, сам суверенитет уже определяет границы молитвы, вы понимаете, братья и сестры, он уже, уже влияет на меня, я тексты только читаю, уже я вижу это влияние, уже я в другом состоянии, потому что наши молитвы, мои в частности, иногда являются жалким зрелищем, на которое с умилением можно посмотреть и сказать, иногда так лучше думаешь, зачем, хотя всегда мы молимся, мы даже заставляем себя молиться, и я думаю, всегда, когда мы молимся, мы хотим молиться лучше, мы хотим молиться угоднее Богу, и мы хотим молиться горячей, горячей, чтобы это было выражение веры, наполненное Духом, потому что Дух творит, молитвы, Дух помогает нам в немощах наших, поэтому, братья и сестры, признавая и исповедуя Божий авторитет, мы признаем право Бога в творении, как право горшечника над глиной, и это первое, что мы как бы для себя обозначим, суверенитет Божий, это явление, можно сказать, такая совокупность явления Божьей славы, это его мудрость безграничная, это его превосходство безграничное, это его власть безграничная, потому что нет власти не от Бога, любая власть установлена от Бога, или допущена Богом, или допущена, поэтому, братья и сестры, следующая глава, это неизменность Бога, я думаю, мы продолжим, наверное, в следующий раз, потому что уже достаточно мы потратили времени, нам еще надо помолиться, поэтому, а потом попьем чая, братья и сестры, общаймс. Продолжение следует...